Слава Украине! Привет, Семен Калонского! Давайте посмотрим, как иначе сейчас Майдан выглядит, чтобы вы немножко имели себе представление, как это все в жизни. Вот так вот. В Киев вернулась подавляющая часть людей, которые отсюда уехали в начале российско-фашистского вторжения. Ну и вот сейчас вы можете посмотреть, как выглядит Майдан в будний день, конец рабочего дня, а сейчас люди пойдут с работы уже. Собственно говоря, где-то что-то вот таким вот образом. Можете посмотреть, покручусь сейчас, чтобы вы видели. Надо сказать, что из Киева в начале войны, я уже об этом рассказывал, ни разу, ни два, уехала большая часть людей, когда фашистские войска сюда перли. В городе оставалось, по разным данным, от 700 до 900 тысяч человек в тот момент. Вы помните, я записывал много роликов из того Киева. Это был конец февраля, начало марта 2022 года. Помните эти пустые улицы. И сейчас в Киеве, ну по потреблению хлеба, как бы можно считать, никто не знает точно, сколько людей. Но опять вернулись пробки. По потреблению хлеба, как обычно, когда нет точных данных, рассчитывают по потреблению хлеба. Ну где-то в районе 3,5 миллионов человек сейчас в Киеве. То есть город, в общем-то, вернулся. И какая-то часть, может, я не знаю, из тех, кто уехал в свое время и не вернулся в Киев. Конкретно за Киев буду говорить, может, 5 процентов, я не знаю. Плюс-минус, наверное, где-то так. В основном практически все здесь. Я лично знаю, так, из всех, кого я знаю, не вернулось, по-моему, две семьи. Вот, собственно, и все. Остальные круг общения, скажем, ближнего, дальнего, все уже здесь. Вот, в городе пробки, в городе, ну, это Майдан, тут, скажем так, тут всегда люди есть. Но это не самое, скажем так, запруженное людьми место. В Киеве у нас есть, на той же Абалоне, на той же Троещине, места, куда более запруженное, что называется, заполненное людьми. Тем не менее, можно понять и здесь, что, в общем-то, движение пошло опять в Киеве. Весь бизнес работает опять. Да, меньше, чем до войны. Это нельзя скрывать, меньше. Но постепенно, знаете, все возвращается на круги своя. Особенно бизнес, который занимается продуктами питания. Бизнес, который занимается энергопостачанием. Бизнес, который занимается всякими сервисами. Ну, плюс я уже молчу за бизнес, который занимается, в общем-то, военными делами и такого рода ситуациями. То есть, производством всяких ништяков для нашей военной промышленности. Вот. Что еще интересно? Вот на Майдане, кто не видел, вот есть, есть, вот сзади у меня за спиной, видите, синие флажки. Желтоплакетные, собственно, флажки. Это синие-желтые флаги. Это память о наших героях, которые погибли, останавливая российско-фашистскую агрессию. Там не только украинские флаги, там много грузинских флагов, там и терморожанские флаги, там флаги правого сектора. Ну, смотря кто в каких подразделениях воевал и кто какую страну предоставляет. Там есть канадские флаги, американские, флаги Великобритании, ну, в общем, много стран мира. Это добровольцы, которые принимают, которые помогают нам освобождать Украину от этой нечисти, которая вторглась на нашу территорию. Как видите, сейчас из-за флагов никто особо там не прореживал, не посредал крову. Это невозможно сделать. Вот человек, видите, там кто-то пришел и чистит от сорняков эту всю площадь. Он ветернул гору сорняков. Правильно, делает респект ему. Понятное дело, что не каждая семья имеет себе возможность, семья, у которой кто-то погиб, имеет себе возможность приехать в Киев и поставить себе лужок здесь, память, о своем герое. Ну, по крайней мере, о ком-то здесь. Здесь довольно много хлешков. Я думаю, больше тысячи. Да, я думаю, несколько хлешков здесь стоит. Так что можете себе представить. Любовь, мы себя... Понимаете, в чем разница между нами и Россией, так называемой? Всегда говорю так называемой, потому что название Россия ворованная. За поребриковой территорией, которая всегда называлась Московия или до этого Лус-Джучи, никакого отношения, конечно же, не имеет. Так вот, в чем разница между нами и ими? Наши вот герои, если вы спросите, за что они воевали, они воевали за семью, за детей, за родителей, за родину. А если вы спросите у расшистов, что они приперлись в чужую страну, что они вообще здесь искали, кто их сюда звал, почему они послушали шизоида Путина, маньяка Путина, садиста Путина, убийцу Путина, и поперлись в Украину, ну, я не знаю, некоторые за деньги, некоторые, ну, почти все за деньги, то есть там вы же в крикасе слышали, одни за ипотеку, другие алименщики, третьи зэки, зоны их освободили, и так далее. Вариантов миллион, да? И все они касаются материальной выгоды. Вот, собственно говоря, в этом разница между доблестной украинской армией и армией садистов, мародеров, и бандитов, и террористов, это я имею в виду российскую армию. Вот, собственно говоря, в этом вся разница между нами и ими. Мы на их землю не перлись, они приперлись к нами, нам, они убивают здесь людей, ну, значит, с ними поступят и поступают соответственным образом. Все будет Украина.